Паша, смотри, сколько с тобой мы насобирали на выставке буклетов. Какой богатый урожай, сколько информации. В эфире программа «Что нам стоит дом построить» и Павел Панов и Екатерина Машковская. Здравствуйте. Недавно мы побывали в Вологде на выставке «Свой дом». У нас много впечатлений, а главное, много информации. Ведь в выставке приняли участие крупнейшие предприятия, которые производят строительные материалы для индивидуальных домов. Мы готовы обо всем рассказать. Межрегиональная строительная выставка «Свой дом» прошла в Вологде уже в 16 раз. В этом году на ней собрались представители около 200 предприятий и организаций. И все это не просто участники, это множество идей, которые можно воплотить при строительстве собственного дома. Вот дом на курьих ножках, а вот огонь без дыма, здание из соломы. Нас в первую очередь интересовались строительные материалы. На выставке было все, даже очень современное и для нас пока непривычное. Каждая компания отставила свою технологию. А мы с Пашей слушали и мотали на ус. Что экологичнее, что надежнее, что дешевле. Иногда разворачивалась настоящая дискуссия. Например, что лучше выбрать, обычный профилированный брус или все-таки клееный? Нарядные белоснежные бревнышки сразу привлекают внимание. Это клееный брус, самый модный деревянный материал. Его привезли на выставку сразу несколько компаний. Конкуренты издали поглядывали друг на друга, ну а мы решили подойти к их стендам поближе. Мы делаем не из массива, а из клееного бруса. То есть он сушится досочки, потом вытарцовываются все дефекты. Склеивается ламель длинная, 12-метровая. Их несколько. Тут вот 4, например, пресс устанавливается. Мы делаем 160, 200, 240. Клееный брус – это сложная и очень прочная конструкция. Чем толще брус, тем, естественно, теплей дом. Вот этого достаточно на дачный дом. А если дом вот такой капитальный и круглогодично жить? Двухсотки хватит. Двухсотки хватит. А это сколько? 160. Ярмец. Краш? Это да, выставочный образец покрашен. Преимущество клееного бруса – он не трескается, дом из него теплый, заезжать можно сразу после строительства. Отделки не требуется. Сколько вообще стоит дома комплект? Полный для системы, как у нас. Не знаю, вот есть какой-нибудь у вас в проекте глянуть? Да, у него есть. Сколько там, не знаю, дом? Вот такой дом, допустим, сколько там? Да, ну это большой. Это 200, да? Это огромный дом. Это 200 тысяч парадок нету дом. Это примерно комплект дома стоит 2 миллиона 600 тысяч. С фундаментом, из-за этих кровлей, из инженера, то у нас получается около 6-7 миллионов. Это уже в целом полностью дом под ключ. Средняя цена на клееный брус – то, что мы видели на выставке – от 20 до 22 тысяч рублей за кубометр. Что и говорить, позволить себе такой дом может человек с достатком выше среднего. Это серьезный минус этого строительного материала. И, как считает представитель предприятия, который изготавливает обычный профилированный брус, минус не единственный. Мы прошли, да, посмотрели, там клееный брус. А какие все такие преимущества этого? Преимущества есть вообще преимущества? Он геологически чистый, клея в нем уже нет. То есть это уже преимущество. Плюс у него вентиляция лучше, чем у клееного бруса. Внутри помещения циркуляция влаги. То есть дом дышит? Да. Как избавляться от трещин, если они возникнут на фасаде? Не нужно избавляться от них. Фасад вы будете обрабатывать в любом случае, чем же. То есть на фасаде трещин уже нет. Здесь, грубо говоря, лаком покроете. Вот два года с рубля, где-то снаружи трещина. Трещина, вот на брюшине сняли трещины все внутри. Катюш, ну вот тот самый пропил, благодаря чему трещин не будет на наружных стенках. Ну здесь их и нет, хотя говорят, что этой доске уже два года. А цена? Цена профилированная целиковая, дешевле клееного. Ну тысяч на восемь скува. Как нам рассказали, небольшой домик в 80 квадратных метров из сухого профилированного бруса можно построить с крышей и фундаментом за миллион сто тысяч рублей. Обычный брус, конечно же, менее прочный, чем клееный, но, как нам пообещали, дом из него простоит сто лет. Вот так вот просто можно сложить весь дом, между прочим. Причем самому? Да. Без помощи специалистов. Кстати, качество самих профилей, хоть клееного бруса, хоть обычного, может быть разным. В идеале деревяшки при сборке должны полностью прилегать друг к другу. Вот так. Рассматривая картинки, даже выбирая строительный материал, атмосферу будущего дома ощутить не получится. Возможно, только побывав в разных домах, вы поймете, из чего нужно строить свой собственный. Из модного клееного бруса, обычного профилированного из бревна. Дома – это Вологодская слобода. Здесь всегда рады гостям. Можно побродить по комнатам, ощутить волнение будущего домовладельца. В Вологодской слободе представлены именно деревянные дома. Это направление сейчас считается наиболее перспективным. Во-первых, дома на Вологодчине издревле строились дерево. Во-вторых, леса в наших краях очень много. А в-третьих, современные технологии, в том числе придуманные финами, позволяют делать с деревом настоящие чудеса – возводить дома, которые будут экономить электричество и тепло. А какой же воздух в деревянном доме? Это не передать, это надо почувствовать. Законодателю МОД в деревянном домостроении ФИНы на выставке в рамках международной конференции по деревянному домостроению было подписано соглашение, что ФИНы будут обучать наших специалистов на базе ЧГУ. Сегодня практически нет предприятий, точнее нет высших учебных заведений, которые готовят специалистов высшего образования для деревянного домостроения, может быть, и деревообработки. И сегодня мы говорим, а что для этого надо? И мы тогда говорим, а давайте мы с финнами переговорим, может быть, вот на специальные предметы приглашать сегодня финских специалистов, для того, чтобы они читали цикл лекций по правилам деревянного домостроения. Один из сказочных героев пел про то, что всех умней, потому что строит каменный дом. Кирпич остается одним из самых популярных материалов. Экологичность, потому что состав силикатного кирпича – это 90% песка и 10% известий. А также экономичность. Кирпич известен с древних времен. Казалось бы, что может быть тут нового? Оказывается, может, кирпичные блоки – это новинка. Один блок заменяет 4 кирпича. Есть блок крупноформатный, также позагревневый, который заменяет 8 кирпичей. То есть за один раз мы ставим вкладку 8 кирпичей. Монтаж производится на клей, потому что клей имеет мелкую фракцию и наносит он тонким склеем всего лишь 2 мм. Дом из кирпичных блоков можно собрать в считанные дни. А это новинка из разряда забытая старая – клинкерная продукция. Кирпичи забожжены при высокой температуре глины. Были испытания проведены российского и немецкого кирпича. Если российский выдерживает 50 циклов заморозки, оттаивания, немецкий – 250, то есть в 5 раз превышает. Дом получится вечный с такого материала? Конечно. Выглядит такой кирпич очень красиво, а если построить из него дом, получится здание, овеянное духом старины. Он, наверное, очень дорогой. Нет, почему? Как бы приемлем. У нас кирпич в целом начинается от 28 рублей за штук. Силикатный кирпич, опять же, Виктор назвал цену за размер одинарный кирпич, а высотой 65 мм. У нас стандартный кирпич высотой 88 мм. Цена начинается от 9 рублей с упаковкой. Конечно, мы не рассказали обо всем, что видели на выставке. Для этого понадобилось бы несколько программ. Поэтому к тому, что мы узнали, мы будем возвращаться и рассказывать вам. А сегодня мы поговорили о том, что самым прочным строительным материалом из дерева является клееный брус. Однако дом в 200 с лишним квадратных метров из него под ключ обойдется в 6-7 миллионов рублей. Зато построить дом из обычного профилированного бруса по силам, наверное, каждому. Не нравится дерево? Выбирайте камень. Производители кирпича представили на рынке новинки, благодаря которым здание можно построить гораздо быстрее. И еще. Собираетесь строить свой дом? Посещайте специализированные выставки. Здесь можно узнать много интересного. Выбрать нужное по качеству и цене. Продолжение следует...